Сегодня я расскажу, как радикально решить проблемы старых мониторов и сделать их вечными. В кавычках, конечно. У них есть две проблемы. Лампы подсветки и блоки питания. У моего монитора коснулись обе. Но сейчас я расскажу о второй. Как выкинуть блок питания на помойку и обойтись без него. Вот наш пациент. Flutron 1510. Лет пять назад я ему пересадил освещение. Поменял лампы подсветки на светодиоды. На подсветке стояли обычные флуоресцентные лампы с холодным катодом. Я взял обычную светодиодную ленту, подрезал края, чтобы сделать ее поуже. И вставил в кожух матрицы вместо флуоресцентных ламп. Как это делается, можно посмотреть на ютубе. Роликов об этом много. Повторяться не буду. Подключал светодиоды через вот эти разъемы. А на разъемы, с которых лампы брали питание, поставил в качестве заглушек конденсаторы К7315. Впрочем, фильм не об этом. Это была предыстория монитора. Теперь к делу. У монитора сдох блок питания. С одной стороны, хотелось бы, чтобы монитор поработал подольше. С другой стороны, ремонт требует вложений. Я задумался. Нужно было радикальное решение. Радикальное и дешевое. И оно было найдено. Давайте посмотрим железо. Склады питания на главную плату идут линии. Плюс 5 и 12 вольт. А также земля и включение-выключение. И управление яркостью подсветки. На главную плату они входят через разъем G705. Где первый провод управление яркостью подсветки. Второй включение-выключение. Третий и четвертый земля. Пятый и шестой питание плюс 5 вольт. И седьмой питание 12 вольт. Решение напрашивалось само собой. Надо было подать 5 и 12 вольт на главную плату. А старую плату блока питания, ну по сути сам блок питания, удалить ко всем чертям. 5 и 12 вольт возьмем на компьютере. Реализация. На фрагменте макетки соединяем в трех разных точках провода питания 5 и 12 вольт и землю. Подсоединяем главную плату разъем G705. Подключаем разъемы верхней и нижней светодиодной подсветки. Основной провод крепим стяжкой к шасси. Питание на компьютере берем с его блока питания через обычный Molex. И вот пациент снова жив. Замеры показали, что подсветка на 12 вольтах потребляет 1 ампер. И главная плата с матрицей на 5 вольтах около 3 ампер. Ну что-то как-то маловато. Этот фокус можно проделать с любым монитором. Только если у пациента подсветка ламповая, то придется ее переделать на светодиодную. Зато в результате вы получите практически вечный монитор. Имейте ввиду, что блок питания на компьютере надо иметь помощнее. До этого у меня на компьютере стоял блок питания 450 ватт, не RFC. И питание по линии 5 вольт при включении монитора, точнее самой матрицей, просаживалось с 5,14 до 4,8 вольт. Он явно не тянул. Компьютер при этом работал нестабильно. Это появлялось в том, что иногда в течение 15-30 минут он мог самопроизвольно перезагрузиться. Очевидно, что это происходило в тот момент, когда какой-нибудь потребитель, например жесткий диск, проявлял активность и требовал больше питания. Напряжение в 5-ти вольтовой линии падало ниже допустимого. Я поменял блок питания на 600 ватт. При подключенном мониторе напряжение просаживалось до 5,8 вольт. Компьютер работал стабильно и до сего момента работает без проблем. Поэтому при таком подключении монитора надо, чтобы блок питания был помощнее. Если это не RFC блок питания, то ватт на 150 побольше. Ну вот и все. Удачи вам в ремонтах ваших мониторов. Стоп, еще. Идея для бизнеса. Можно выпускать блоки питания разъемом питания на 5 и 12 вольт на задней панели. Тип разъема Molex или какой-нибудь свой. Или же вместо переделки блока питания можно выпускать планки заглушки на корпусе с подобными разъемами. Сами же мониторы делать без блока питания. И они подешевеют. Вот вам и новая конфигурация ПК. На этом все.